Всем привет! Сегодня мы приготовим голубцы, но не из обычной белокочанной капусты, а из пекинской. Так мне нравится намного больше. Я помню, как в детстве я еще не любила голубцы, потому что я всегда убирала капусту и кушала только фарш. А здесь я прямо ем все, потому что получается очень нежно, тоненько и вкусно. Итак, начнем. Нам для начала надо будет отварить листья капусты в подсоленной кипящей воде. Буквально одну минуту, чтобы они стали более мягкими и мы смогли их завернуть. Все ингредиенты, которые понадобятся, я подробно напишу под видео. Но если уж, конечно, что-то будет все-таки непонятно, без проблем, пишите, я всем отвечу. Мы отварили наши листы пекинской капусты. Теперь они вот такие мягкие, податливые. Сейчас приготовим фарш. Здесь у меня свинина и говядина. Мы сюда разбили одно яйцо, одна морковка и лук у нас измельченные. Риса я положила буквально в пол чашечки. У меня чашечка где-то в 200-220 мл. Такая, знаете, средняя. Он сырой. Мы его просто промыли. И добавим сегодня хмели-сунели. Тоже люблю эту приправу. Она такая ароматная. Вот это вот столечко. Здесь у меня, наверное, меньше чайной ложки. И посолим, конечно. Мы смешали наш фарш. И мы начинаем потихонечку формировать голубцы. Здесь ничего сложного нет. Просто вот рулетик сворачиваем и все. Выкладываем в кастрюлю. Водичку пока не добавляем. Добавим водичку после. Когда вот уже будет известно, до какого уровня у нас выложатся голубцы. Вот, все. Ничего сложного нет. Можно увидеть, как фарш просвечивает сквозь капустный лист. Вот это еще одно доказательство того, что получаются они очень нежные. Вот как раз-таки вот из-за того, что это вот не белокочанная капуста. Фаршировали все голубцы. Получилась почти полная кастрюля. Наливаем водичку. Немножечко подсаливаем. И на мелком огне будем тушить примерно минут 40. Вот. Мы сначала доводим до кипения на большом, а потом уменьшаем на самый маленький. И 40 минут тушим. Наши голубцы готовы. Мы томили их минут 40. Получаются они очень нежные, легкие. Вот. Я люблю со сметаной, но можно с каким угодно соусом. Тут уже дело вкуса. Если у вас есть вопросы или предложения по рецептам, возможно, вы хотите посмотреть, как что-то готовится, но сами еще не готовили, без проблем. Жду предложения либо в яичку, либо в комментариях под видео. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!